Здравия желаю, уважаемые телегрители. Итак, сегодня проводим тот, что вчера собирал этот генератор самодельный. Ну, это кто не видел, посмотрите ролики от этого. Вчера, позавчера. Ну, сейчас я включу, покажу, что он показывает. Сейчас. Ну, вот я его прицепил. Движок на 200 ватт его тянет. Магнит. И на нагрузку движок 585 ватт. Ну, сейчас включим, посмотрим. Ключик вот самый. Прикрываем немного. Что показывает? 20, видите? 20 вольт. 21. Крутит мотор на 586. 21 и 6. 22 не дает. Ну, около 22. Да, 22. Повышается напряжение. 22, короче. 22. 22 и хорошие эти, видите. Понимаешь, еще сколько... несколько секунд идет. Секунд 3-4. Позатухающие. То есть... Получается, что работает, но для БТГ он слабоватый, выход слабоватый. Сейчас я вам скажу, какой выход. Мотор, значит, 585 вот этот, вот на выходе поставил, под нагрузку. Так, сейчас я выключу вольтметр, оставлю. Батарейка садится. 585 мотор, выдает 22, как вы видели, на выходе. Ну вот, 220 разделим на 22, 10 получается, 10 раз. А теперь, 585 разделим на 10. То есть, выход около 60 ватт, ну 60 ватт грубо. Там еще есть запас. Это мало для БГТ. Потому что, тут со счетчикой, сейчас посмотрим, сколько со счетчикой, кстати, сматывает. Включим. Так. Что это за фигня, кричал. Не понял. Какая-то фигня тут вот зашла у меня. А вот это. Что за фигня? Фотостудия какая-то. Надо будет поубирать. Мозги компонсирует. Все ушла вроде. Продолжает. Надо ее убрать. Ладно, это я потом уберу. Так. Значит, мы посмотрим. Вот сейчас счетчик на риске стоит. Мы посмотрим, сколько тратится. Проскочил, я не успел нажать. Ну, еще один круг. Субтитры сделал DimaTorzok. Тут это, вылетело зацепление, ну так все, вроде все крепко тут, дозор остался, все нормально. Соединение не на сварку тут посажено, а так на резину, вылетело стало это. Сейчас, продолжим. Вот, карт-зал, сок потребляет, потребляет дофига. Ребята, работа. Вот, зараза. Это вот, спадает там сейчас. Не в ту сторону надо было направление дать. Ну, в общем, понятно. Даже не будем смотреть. Потребляет больше, это понятно. То есть, для богаты это не годится, значит, что будем делать. Значит, будем, сейчас я заказал еще магнитов. То есть, магнитов надо побольше. То есть, первый раз было там слабо, сейчас в 10 раз сильнее. Как говорится, бог любит троицу, значит, сейчас доказал 50 штук магнитов, неодимовых, на Алиэкспресс. Вот как придут. Сейчас у меня магнитов нет больше. А это простые магниты там, может, еще из-за этого. То есть, система работает, такой вывод. Но для богаты надо, для бтг, она будет слабая. То есть, выход будет меньше, в раза в два, в три, чем ход. Даже если разделять, все равно ничего не выйдет. То есть, по этой схеме можно делать, только магнитов надо побольше. Ну, это первое, как говорится. То есть, схема эта нормальная. И видите, один магнит, вот там не один рептилоид говорил, что переменный ток. Нет. Выходит постоянный ток. На холостом ходу 27 вольт, около 28. Когда добавляешь нагрузку, вот этот мотор на 585. То есть, получается 22 с чем-то, это вы видели. Ну, 22. То есть, сбавляется на 5. На 5 вольт падает напряжение под нагрузкой. На 5-6 вольт. То есть, значит, будем ждать магнитов. Сейчас у меня магнитов нет пока. То, что были, вот, стопка. То есть, так же докрепить. И, возможно, еще, может, с боков. Тогда, возможно, он будет выдавать то, что надо. То есть, надо, чтобы он выдавал, как выдает тот, который у меня под это самое. Тот, его возбуждать надо. Это 14 ватт тратится. А 14 ватт, это, значит, Но Это-то не отрезаем. Возбуждение не отрезаемое. Иначе это самое. Не будет тока. На 14 ватт 5 раз тратится. То есть, 70 ватт получается в итоге. То есть, лишние траты. Все равно получается, как подойдет. 250-300. Но все равно. Во-первых, и батарейка это ненадежно. Так вот все-таки лучше. То есть, Путь правильный. Путь правильный. Надо, значит, Сейчас будем ждать магнитов. Получим магниты. Но это выгоднее, чем вот заказывать. Я вам показывал. Там 40 тысяч стоит. Рублей хороший движок. Магнитный. Алиэкспресс. 50 тысяч. А то и 100 тысяч. То есть, А магниты там что-то 150. 150 рублей. 50 магнитов. Будет мало. Еще закажу. Ну, на пробу поставим 50 штук тогда. По всем углам. Так же вот сверху, сбоку, 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 снизу там, видите, снизу там надо будет то ли поднимать. Их надо именно сверху вниз ложить стопкой. Так я попробовал. То есть, почему-то так. Сила идет, когда ложишь один на один. А когда их вдоль, силы мало. Это вы видели. То есть, я до этого вдоль ложил, там было вообще 5-6 вольт выходило. Сейчас уже 28. Выходит. То есть, разница пошли. Когда положил стопкой, разница, считайте, в 5-6 раз. А если положить, если магниты... И то это магниты, это не неодимовые, а какие-то просто черные такие, как это называется. Ну, какие-то суксугля какие-то. То есть, черные. То есть, магниты еще... То есть, будет неодимовое, посмотрим. Возможно, будет даже лучше, чем если делать с возбуждением. Там с возбуждением, видите, выходит на холостом ходу 500, а под нагрузкой 220. 220 под нагрузкой 600 вольт. Ну, это вот эта схема. Запитывается вот этот вот... мотор на 600. Запитываем его, возбуждаем. Это 14 ватт. Но 14 ватт, как повторяю, что... А постоянно давать, получается, не 14, а 70. Видите как. Для чего я и стал делать вот это. Но это все-таки лучше. То есть, не будем спешить. Подождем магниты и попробуем еще. Сейчас пока... Этот фильм пока последний на эту тему. Так придут магниты. Еще сделаю, еще выпущу ролик. До встречи. Надеюсь. До встречи.